Привет! Вы на канале Вадима Карасёва. Если вы ещё не подписались, то самое время это сделать. Приятного вам просмотра! Друзья, приветствую, меня зовут Лана, это проект «Вышка». Для вас работаем сегодня в прямом эфире, по нашей доброй традиции. Четверг, Вадим Юрьевич Карасёв вместе с нами, известнейший украинский политолог Вадим Юрьевич. Я вас приветствую. Да, Лана, всех приветствую. Всем хорошего вечера и хорошего просмотра. Сто процентов уже собирается аудитория. Будем надеяться, что будет всё-таки нашего человека, скажем так, прибавляться. Однако же, да, я бы хотела начать с Харькова. Сегодня вновь-таки более десяти ракетных обстрелов. Всё это слышали местные жители. Конечно, не обошлось, к сожалению, без жертв. Сообщается на данный момент о семи погибших. Пять из них женщины, всё это работники типографии, где, куда, собственно, да, и попали российские ракеты. Также обстреливались железнодорожные сообщения. Мы, конечно, да, Вадим Юрьевич и вся наша команда проекта «Вышка» высказываем слова соболезнования родственникам погибших. Большая-большая трагедия. И она, к сожалению, продолжается. В связи с этим, да, и с открытием условного второго фронта на Харьковском направлении, очень там военно-политическое руководство говорит о необходимости разрешения бить по территории Российской Федерации с западным оружием. Вот что сообщает газета «Политика». Зеленский намерен посетить мероприятие в Нормандии в честь 80-летия высадки союзных войск и встречи у Большой Семёрки в Италии, чтобы просить у Запада ещё больше оружия, а также попросить НАТО сбивать российские ракеты. Вадим Юрьевич, ну мы уже слушали от Пентагона, от администрации Байдена, от ряда других лидеров европейских стран, их позицию, да, по поводу ударов, их оружия по территории Российской Федерации. Вот сейчас эти просьбы и увеличение ракетных обстрелов в Харьково, возможного наступления армии Российской Федерации на Сумщине. Насколько наши доводы, наши просьбы могут увенчаться успехом? Не уверен. Во-первых, есть очень много ограничений, как военно-стратегического характера, поскольку тогда надо приготовиться, если такое будет разрешение, если будут массированные поставки ракет дальнобойных с разрешением бить по территории России, то тогда надо приготовиться к прыжку на несколько ступеней вверх по лестнице эскалации. Готов ли Запад к такому варианту? Ну, в принципе, сейчас все готовятся к такому варианту, но в качестве сдерживания. Обратите внимание, вчера Франция провела учение и испытание новой дальнобойной ракеты с ядерной двойголовкой. министр вооруженных сил Франции Лекарнио об этом заявил сегодня, видел сегодня эту новость. Одновременно в Белоруссии и в Южном военном округе Российской Федерации проводятся учения по развертыванию тактического ядерного оружия. И такие же учения проводятся сейчас в штате Невада, в Соединенных Штатах Америки. Ну, в общем, это надо приготовиться, что если такое будет разрешение дано, будут соответствующие поставки, то тогда, ну, приготовиться надо к новому витку эскалации с непонятным исходом. В принципе, мы должны понимать, что это дает, что это может обеспечить Украине и способно ли это в мизерных количествах или для этого нужны массивные поставки, массированные поставки. Но сейчас идет такая полемика на Западе, мы знаем, в Соединенных Штатах Америки, там противоречивые идут сигналы со стороны Госдепа. Нью-Йорк Таймс написал, что Блинкин вроде бы уже не против, но это не значит, что он сказал «за». Потому что я видел уже новости на наших ресурсах, уже пишут о том, что якобы уже все решено. Блинкин выступает «за». Нет, он сказал, что рассматривается. Такая просьба, она была озвучена вот последнее время, последний визит Блинкина в Украину. Ну, так называемый гитарный визит. Владимир Владимирович, если позвольте, прошу прощения, что я перебиваю, можно я вот на этом акцентирую внимание, то, что пишет «Нью-Йорк Таймс», вот как раз та опция, про которую вы говорите, что как будто госсекретарь Антони Блинкин после визита в Киев поменял свою позицию по поводу возможных ударов западным оружием, американским оружием по территории Российской Федерации. Но что примечательно, что на заголовке вот этой статьи поместили фотографию не разрушенных домов в Харькове, а разрушенные многоэтажные в Белгороде, то есть как возможное следствие потенциальных ударов западным оружием по территории России. Разрушенный дом в Белгороде поставили. Это же тоже своеобразный сигнал или манипуляция. Я не знаю, честно говоря, я не видел картинку так. Я не могу ничего показать сейчас. Я не могу ничего по картинке сказать, по фотографии. Я просто знаю одно. Во-первых, Салливан и Белый дом пока против. И Байден пока не ответил на этот вопрос. Включились в это дело сенаторы и даже трамписты, которые выступают за. Но это чисто предвыборный, может быть, ход ихний для того, чтобы показать слабость. Вот, Вадим Ильич. Если Билу слабость Байдена, что он слабый ястреб, поэтому надо быть сильным голубем. Но это тоже пока все игры. Но проблема же не в этом. Дадут согласие, не дадут согласие. На что? Для этого надо давайте вот по порядку. Первое. Для того, чтобы это имело эффект стратегического перелома или возвращение Украине стратегической инициативы на Харьковском фронте или в Харьковской области, под Харьковом и так далее, это должен быть массивный залп. Это массовый залп должен быть ракет для того, чтобы перегрузить российскую ПВО, а она в них хорошая. Не надо недооценивать. Но одна ракета может попасть. Девять ракет 10 выстрелить, девять ракет будут сбиты, одна попадет в жилой дом, как этот. И что? Ну, давайте мыслить рационально и на перспективу, а не просто для того, чтобы вот этим удержать еще какое-то, какое-то время удержать линию фронта, а затем опять что-то просить или еще можем рассчитывать уже на применение топического ядера на оружие со стороны западных партнеров, на что они не пойдут. Кстати говоря, сразу хочу сказать, ничто не решит проблему Украины, кроме введения сухопутных войск НАТО на территорию Украины, которые смогли бы вот сейчас закрыть прорехи на линии фронта, по всей линии фронта и тем самым дать возможность Украине перехватить стратегическую, тактическую, а потом стратегическую инициативу. Но Запад на это не идет. Ракеты это популятивные. Почему? Потому что их надо дать много. Это раз. Во-вторых, это должен быть массовый залп по Крыму, по всей линии фронта, иметь какой-то замысел. Не просто, чтобы напугать Россию. Вы ее не напугаете, вы ее только озлобите. Сделайте ее более развязной вот в этом отношении. В обстрелах Украины, Харькова, того же и прочее. Более развязной, к сожалению, так и более озлобленной. Это два. Третье. Где найти эти ракеты? Я не знаю, как по Атакамсам, вот как Украина получила 100 Атакамсам. Мало. Дальше. Мы видели их применять в Крыму. Это дало какой-то существенный результат, который бы стратегически переломил ситуацию в нашем пользе. В Крыму, по всей линии фронта. Нет. Поменяло ли это стратегическую картину войны? Нет, не поменяло. Тяжело нам под Харьковом. Ситуация действительно висит идут локальные бои. Удерживаем линию фронта, но не знаю, сколько еще можно продержаться, учитывая то, что некоторые депутаты уже как цепи сорвались и требуют голову Сырского. А вместо кого? Кто вместо Сырского будет? Дальше. Идем. По ПВО. Смотрите, можно теоретически или гипотетически Харьков прикрыть ПВО. Поэтому мы говорим, дайте нам всем систем ПВО Патриот. Мог бы Харьков быть прикрыт. Но Бербак же приезжала сюда в понедельник. А потом стало понятно, что эта вся коалиция ПВОшная, антиракетная, которую якобы инициировала Германия или инициировала Германия, якобы не хотели этого ослабить, не состоялась, не дают Патриоты. Почему? Дорогие, дорогие производства дорого производятся. Дорого и долго, да. самим не хватает. Самим не хватает. Я приведу одну такую цифру. Ее дал советник бывшего Генсия Каната Хавьера Солана был в начале 2000-х годов. Хавьер Солана такой испанец, главой Генсия Каната стали Экстер Круг. Он дает такие примерно расклады цифровые, арифметические. Для того, чтобы одну ракету Патриот нужен месяц произвести, чему Запад пока не готов. И один противоракетный удар ПВО Патриот, в частности, как это было в Украине недавно, это минус 2-3 миллиарда долларов. Я не знаю, насколько эти цифры верны, но это западный аналитик дает, который приводит, цифры не в контексте Украины, Российской войны, так или Российско-Украинская, в контексте Ближнего Востока. Но в том числе он ссылается тоже на ситуацию в Украине с противовоздушной обороной и противоракетной обороной. Поэтому вот еще вопрос, где найти эти Патриот и когда их произвести и даст ли это, скажем так, даст ли это или обеспечить ли это, но удержать ромб мы сможем без ракет на волевом и мобилизационном резерве сейчас поступают новые резервы, удерживая ромб, ну правда где-то огоряем, вот Харьков перекинули, удерживаем был сейчас, но Клещевку там заняли еще, там Андреевку заняли возле Евгеньевки, по-моему, в Евгеньевском направлении. Но это пока локальные, тактические там прорывы вооруженных сил Украины. Поэтому, конечно, можно наделать шуму, медийного шуму, создать какую-то еще новую надежду, что вот да, и все, и это решит проблему. Да, еще раз говорю, даже если они предоставят атакамцы, кстати, немцы, Таврус нам не дают, и они у нас будут, первое, значит, мы не знаем, какой будет ответ России, лестница эскалации обеспечена. И я не знаю, лучше это будет или уже Харькову тому же. Дальше. Второй момент. Это дорого. Это западные страны, они занимались производством финансового актива, но не занимались производством промышленных товаров, материальных товаров. Теперь они вынуждены это делать в срочном порядке, но это тяжело делать. Это два. Своего ВПК у нас нет. Четвертый момент. Если говорить о Нью-Йорк Таймсе, там была, обратите внимание, какая была там осторожная оговорка. Администрация США пока не приняла решение давать разрешение Украине бить западными ракетами, западным оружием в глубину территории России, но не против, если Украина это будет делать своими вооружениями. У меня вопрос, у нас есть только вооружение или нет? Поэтому смотрите, все время мы с 2022 года до сегодняшнего дня уровень эскалации поднимался. Но Россия тоже адаптировалась к этой ситуации, применяла новые виды вооружений, и пока она не владеет инициативой стратегической. У меня вопрос, кто-то посчитал, что будет дальше? Не будет ли дальше хуже для нас, а для них лучше? Я только буду рад, если для них будет хуже, а для нас лучше? Но я в этом не уверен. Я хочу расчеты, чтобы давал Генстав, наши руководства и так далее. Я понимаю, войну никто не хочет проигрывать, и не нужно ее проигрывать. Ее можно проигрывать военным путем, выиграть дипломатически путем и так далее. Но сколько можно идти в тоннеле? Один момент еще. Вот я только что читаю главу комитета по налогам. Надо налоги повышать, нам не хватает на войну 300 в этом году в бюджете. С 2024 года не хватает 300 миллиардов гривен. Да, да, до 5%. А? До 5%, с 1,5 до 5. Давайте повысим налоги. Что для нас важнее? Жизнь или это? А кто сказал? Или деньги? Ну, понятно, может депутатам легко, а как люди жить будут? Ну, посмотрите дальше. Тарифы на электроэнергию будут повышаться, налоги повышаться, электрика выбиваться. И что? Превратить это все в разрушенную партизанскую территорию, партизанскую? Можно подумать, давайте тогда разберемся, за что мы ведем войну и как мы должны дальше вести эту войну. Может кому-то, скажем так, в этой войне и комфортно жить при, кто находится близко к власти, кто распоряжается налогами. У меня есть вопросы к этим людям. О простых людях подумали. Было. Вопрос решается просто. Его можно решить просто. Если НАТО введет сюда сухопутные контингенты. Они могли ввести сюда сухопутный контингент в 22-м году, 10-13 бригад натовских и все, можно было додавить. после того, как Россия отступила под Харьковом и под Херсоном. Но они это не сделали. В 23-м году не сделали. Сейчас это уже не 12-13 бригад. Это больше 25 бригад. И я не вижу, чтобы они готовили наших, мобилизованных сейчас, в таком ускоренном и предметном порядке, сейчас. Задача России понятна. Истощать нас. Истощать и делать так, чтобы Запад отполз от Украины. Чтобы Запад дал отмашку на дипломатию. Сейчас Запад в тупике, на растяжке фактически. Ему надо или принимать решение о одновременном предоставлении Украины дальнобойных ракет и других видов высокоточного высокотехнологического вооружения и дать разрешение на ввод сухопутных войск. Это значит прикрытие своего и ПВО и так далее и обеспечение. Но это новый уровень эскалации. Готов Запад на это. Или тогда начинать Украину готовить к какими-то дипломатическим мерам. Я не знаю какое примет Запад решение. Тем более, что эта растяжка тоже по Западу бьет. Они понимают, победа невозможна над Россией. Но как сделать так, чтобы Украина победила, понимая, что победа над Россией и Запада над Россией невозможна, и сохранить свое лицо. Вот они сейчас в такой растяжке, в такой тупике, отсюда разноречила информация, отсюда возбуждение. В Америке отсюда разного рода инициативы громкие по той же ПВОшной коалиции, которую немцы обещали создать и все. И вот она наткнулась на что. Или президент Чехии Петр Павлов был же инициатором снарядной коалиции, где обещал, что он миллион снарядов 155-го калибра найдет. Нашел только 300 тысяч, а вот на прошлой неделе сказал, в этой войне нам в Украине Россию не победить. Но ты же калицию создавал. Поэтому надо здесь сказать, варианты. Военный, военно-дипломатический, дипломатический и так далее. Потому что речь идет о стране, о ее инфраструктуре, а в Украине идет. И нужно посмотреть реально. Да, это тяжело, это неприятно, не хочется. Можно закрыть глаза и дальше все эти иллюзии и какие-то надежды создавать новые. И думать так, что народ все вынесет. Народ будет держаться за счет чего? Мобилизация идет, бизнес теряет, инфраструктура падает, разрушения идут, убитых больше, ракет меньше, оружие меньше. Значит, надо подумать, как дальше вести войну. Менять подходы, менять тактику войны. И уже, наверное, вот этим, скажем, стремлением выбить из западных партнеров какой-то новый вид оружия или там спросить разрешение уже не подходит. А не тоже когда-нибудь упросто вот в эту развилку. Либо взлетать по лестнице эскалации, либо заниматься, отказываться от лестницы эскалации от этого взлета черного лебедя, большого, и заниматься более рутиной, конечно, и неприятной работой для запада, не для всех. Но надо искать и дипломатические решения. Ну, Вадим Юрьевич, если вы видите... Конференцию, февистарскую конференцию никто не отменял, просто надо скорректировать цели февистарской конференции. Вот, именно, про шевистарскую конференцию. Сегодня советник по нацбезопасности Байдена, Джейк Салливан, сообщил, что Байден еще не готов ответить, будет ли он принимать участие именно он в шевистарском саммите мира. Почему медлят с этим решением, Вадим Юрьевич, потому что мы же понимаем, что присутствие лично президента США могло бы смотивировать других лидеров, наших партнеров, нейтральных стран, партнеров Российской Федерации, также прислать свою делегацию на уровне, скажем так, высших чиновников, либо же лидеров стран. Да, сейчас мы видим, что Индия говорит, что будет принимать участие, но непонятно, в каком формате. ЮАР сказали, что не будут. Я так понимаю, что лично лидер страны не будет. Бразилия тоже сказала нет, но, возможно, пришла какая-то делегация низшего, скажем так, звена. Так вот, почему медлят ДТА со своим решением именно администрация Байдена? Лично там будет Байден, либо же кто-то рангом поменьше? Смотрите, если бы владели инициативой войны, и Россия терпела поражение, тогда это была бы конференция победителей Ля Байдена, ну, другие бы тоже, присоединились бы коалиции победителей, были бы на стороне. Байден бойцы запачкались. И до этого, и после этого не сильно горел глобальный юг, так называемый, вот, участвовать на высоком уровне представительства. Ну, понимая, что это без участия России, ну, как можно предупреждать это? я понимаю все, как бы, ну, мы хотим, ну, желаем, там, ну, как мы можем сейчас выставить такие капитулянские условия России, если Россия держит инициативу на линии фронта? И запад это понимает. И она усиливается. Усиливается свое давление. А конференция же, как бы, для чего она была задумана? Что, как бы ее, ее же там задумывали в 22-м году, когда Россия вступала, когда казалось, что вот-вот и она там рухнет, что вот-вот и мы выйдем к Казовскому морю, Крыму и так далее. И тогда включаются переговоры. Ну, такой же был план у Блинкина и у американцев. У Блинкина и Байдена. И тогда Россия вынуждена будет без потери особого лица и без того, чтобы, как бы, не допустить внутриполитических расшатываний, а не наоборот, может быть, потом это бы привело к внутриполитическим расшатываниям, подписать вот этот унизительный для себя договор о выводе войск с оккупированных территорий Запорожской, Херсонской области, не знаю, как там по Донбассу. Ну, короче, Украине обеспечить выход Казовскому. Но уже было понятно через год после того, как контрнаступление не задалось, не удалось. Сам Жизельевский сказал, ну, ладно, мы готовы, если Россия выведет свои войска на границе февраля 22 года, так или нет? 24 февраля 22 года. Уже начинали, понимаешь, уже, как бы, тот, скажем, пакет абсолютно, покрасил, он не работает. уже наступление не получилось. Значит, о чем там говорить? Поэтому многие понимают, и в Америке тоже, в США, и не в Америке, какой смысл только в том, чтобы собраться, подписать условия и выдать России это в качестве чего? Ультиматума? Ну, хорошо. И что дальше? Что с этим ультиматумом Россия будет делать? И что, она уйдет при данных, она добровольно не уйдет. Индия может послать своего туда какого-то представителя, но в апреле месяц этого года Индия нарастила поставки, или, извините, нарастила импорт российской нефти. После того, как там был решен вопрос с теневым танкерным флотом, они опять взяли за свое. Вот одной на горе они будут на конференции, другой на год будут покупать нефти. Сегодня Индия первое место по импорту российской нефти занимает. Больше, чем Китай. Поэтому Китай сразу отказался, что Китай предложил свой план. У Китая есть свой план. Он не подробный. Он такой на вырос. Но он предлагает некую среднюю. Вот этот план китайский не приняли, хотя хотели участвовать в Китае. Но как Китай может участвовать, если у него уже есть план? Тогда он должен свой план выбросить и что? действовать по плану Западной Украины. Тем более, что мы как бы и не наладили хорошую коммуникацию с тем же Китаем, между прочим, если брать его внешне дипломатическую составляющую. Теперь, раз такая ситуация, Китай не едет. Стало бы, ну, пока колебания были, но потом, как бы, после визита Путина в Китай, все, вопрос закрыт. Дальше. Значит, тогда начали все страны, отдельные страны БРИКС, начали тоже. Отказывался, по крайней мере, на уровне представителей Сапрезидента. Значит, какой-то большой конференции по капитуляции России в стиле Тегерана 43-го года теперь Швейцарии. Значит, 4-го года не получается. Так, чего туда Байден будет ездить? С чем он туда поедет? Он должен, он поедет туда, когда он почувствует, что это будет его дипломатическая и военно-дипломатическая победа, военно-дипломатический успех, который принесет ему дополнительное чтение избирательной кампании, сделать его победителем и миротворцем, который вот победил Россию военно-дипломатическим путем, выдал ультиматум России, Россия не может обороняться, защищаться, вынуждена теперь выводить свои войска. Все. Байден герой. А если он едет туда для чего? Для того, чтобы согласовать какой-то документ, который вряд ли будет иметь высокое, по крайней мере, прикладное, военно-дипломатическое значение, то это лузер, позиция лузера. Тем более, что если он туда приедет, с кем он будет встречаться там? С министром иностранных дел Бразилии, с министром иностранных дел Индии. Это не его уровень. Второй уровень президента, высший уровень. Поэтому раз Китай отказался, Россия отказалась, хотя ее не сильно там и звали. И все другие отказались, мы не знаем, я не знаю, Бен Салман приедет в Саудовской Аравии после того, как у него покушение было. Да, да, да. Я не говорю про Иран там и так далее. Поэтому почему же он будет ехать там, где нет успеха, где могут, наоборот, использовать уровень представительства, сниженный, я не сказал, что он низкий, но сниженный уровень представительства, для его критики, для критики и в сторону Байдена. Что это? Где результат? Значит, наоборот, это не результат, ведь даже можно повернуть. Конфликт интерпретации, что это провал? Ну, тут же интересная история. Вроде Трамп туда захотел ехать на эту конференцию. Но это уже ихнии игры, это ихнии подставы друг к другу. Да, немножко попередбать кофетлу, я консультирую. А? Вот и все. Поэтому, конечно, мы можем... Попередбать кофетлу, скажу. Да, отказываться от этого надо, воспользоваться всеми возможностями, повстречаться, может быть, что-то выиграть и так далее. Но уже что, заявил, ну, две недели назад. Я не знаю, приводил я у вас или нет, это будет промежуточная конференция, вот надо потом будет думать о настоящей дипломатической, о настоящих переговорах и дипломатической... Владимир Ильич, я прошу прощения, да, да, я прошу прощения, промежуточная конференция, она уже озвучила ряд тем, которые будут обсуждаться там, и про это наш президент Владимир Александрович Зеленский тоже говорил. Это будет зерно, это будут, да, морские логистические пути, это будут, да, риски управления рисками ядерной эскалации. Это не про ситуацию на фронте, не про боевые действия, не про остановку, либо же эскалацию, либо же усиление позиций Киева. Понимаете, это гуманитарный вопрос, обмен всех на всех. То есть вот такие промежуточные истории, которые в принципе никак не относятся к фронту. Еще раз говорю, это возможно было только тогда, когда вы поставите на коленю Россию. Ну скажите, с кем вы будете на этой конференции говорить о рисках ядерной имени? Эскалации. Но если две страны ядерные, самые большие, это США и Россия. Если вы Россию не приглашаете, так о чем говорить? Ну поговорите, вы как будете потом говорить? И Китая там не будет, третья ядерная имени. Да, рассчитывали через Китай надавить, да. Не, ну что значит рассчитывали? Но если вы говорите о рисках ядерной эскалации, то это надо, это уровень стран ядерного клуба, как минимум, а вообще даже нет. Это уровень Россия-США, Россия-США, Китай. Дальше, по зерну. Вы с кем будете говорить? Там турки будут? Там будет Эрдоган или нет на этой конференции? Вопрос еще неизвестный. Зерновой коридор. Хорошо, но Россия контролирует часть черного горя. Вы с ними будете говорить? Но я не понимаю. Может я не знаю, как бы, нестаемниченный к реальной повестке, но как можно говорить? Ну а зерни о чем? Чтобы что? Чтобы Индия, Саудовская Аравия, Африканские страны, Южно-Африканская Республика, страны, ну хорошо, Мазамбик будет участвовать на уровне президента Мазамбика. Чтобы что? Они выставили Россию ультиматум, что дайте нам больше зерна, ну так Россия и так дает им зерно. Или там минеральное удобрение, калийные соли. Поэтому если знаете, это замах на глобальную конференцию и глобальную роль миротворчества. Мир во всем мире. Надо обеспечить мир сначала своей стране, а потом уже думать о мире во всем мире. Ядерное. Мы что, имеем ресурсы? Понимаете? Для того, чтобы решать глобальные, такие глобальные проблемы, мы свою проблему должны решить. Мы пока сами не можем эту проблему решить. Как нам выйти из этого пекла? Выскочить из него. Военным путем, дипломатическим путем, но выскочить. Владимир Ильич, вам делают комплименты наши зрители, говорят, что вы не выслите рационально, мудро и в правильном направлении. Да, вот есть о чем задуматься, скажем так. Это комплимент вашей стороны. Значит, я хочу тоже напомнить, что кроме президента Чехии высказывался и по поводу дальнейшей архитектуры войны России против Украины и президент Болгарии. Он сказал, что если война будет продолжаться, то в Украине будет демографическая пуш, будет, скажем так, исполеченная инфраструктура, энергетическая система и посленная в данной мощности. Вот такой он делает прогноз, поэтому топит тоже президент Болгарии за прекращение огня сейчас и начало некой дипломатии. по поводу Китая. Сейчас мы слышали буквально на днях ряд критических заявлений или же напрямую обвинений. О, появились. Да, ряд обвинений появились Китая и Британия. Китай обвиняет в срыве стамульских соглашений в начале войны. В медиа заявляют, что масло в огонь украинского конфликта подливает Великобритания, а Китай именно в Лондоне помешал Москве и Киеву достичь соглашения два года назад. Вот это обвинение со стороны Китая и Британии. Хочу напомнить, что министр обороны Британии Шепс, он, ссылаясь на британскую разведку, обвинил Китай, что тот якобы начал поставлять летальное оружие в Москве для использования в войне против Украины. Вот такие совместные обвинения про что, Вадим Юрьевич? Ну, про то, что в Британии скоро выборы досрочные. Это раз. Поэтому, я думаю, внешняя повестка, чтобы внутренне там не хвастаться, будет работать. Вот заявление Шепсула. Теперь, по Китаю есть еще и такие обвинения Китая в чем? Но он же миротворец Китая. У него свой план мира. А на самом-то деле он поставляет Российской Федерации летальное оружие. Что, кстати говоря, проверил Джейк Солливан. Вот только что. Ну, там, пару часов назад. Что Китая у них нет. У американцев нет сведений. Разведка не давала сведений, что Китай поставляет летальное оружие России. Технологии двойного назначения, товары двойного назначения, которые могут применяться и в гражданском секторе, и в военном секторе, да. Нелетальное оружие да. Летальное нет. Поэтому, конечно же, это вот как вы можете быть миротворцем, предлагать свой план, если вы на самом деле находитесь на стороне агрессора, тот, того, кто развязал войну. То же, в чем фишка? Китай же хотел быть равноудаленным, несмотря на то, что китайцы с Россией сейчас плотно контактируют, но Китай в войне в Украине занимал такую осторожную позицию. Осторожную позицию. Так, меня было слышно или нет? Да-да, слушаем, слушаем, да. Да, осторожную позицию занимал, и как бы, ну, по отношению к Украине это была позиция не противника, не врага. Более того, во всех доктринальных документах Китая последнего времени и тем более во время войны Украина квалифицируется как дружественное и суверенное государство. Поэтому, как бы, Китай вне войны. Он за мир. Он за то, чтобы по линии фронта заморозить войну, перемирие, прекращение огня, а потом уже начинать большой дипломатический торг. А вот здесь как раз наоборот. Британцы говорят, никакой он не нейтральный, нейтральный и честный брокер. Китай не может быть честным маклером, переговором. Он не может быть честным менеджером безопасности. Поэтому все в руках должно быть зарпано. Что касается обвинений Китая по тому, что британцы и сорвались там. Это частично только правда. Проблема в другом. Я уже говорил, о чем проблема была. Потому что все гарантии безопасности, которые были прописаны в Стамбульском договоре, так обеспечивали Россию и страны Запада. Но переговоры шли без стран Запада. А были двухсторонними. Но в договоре с Стамбульском предполагалось, что западные, ну, ключевые государства западные, это прежде всего США, Британия, Германия и Франция, как член Советского Безаоон, они гаранты безопасности. Но право вето во многом было на стороне России в случае какого-нибудь конфликта. И Запад посчитал, что это ситуация такая, как бы, непонятная, абсурдная. Если Запад гарант безопасности, но при этом ключевые, ключи их безопасности находятся в руках России по Стамбульскому договору, и они не принимали участие вообще-то в переговорах, а мы хотели вместе с русскими, ну, я так думаю, так, передоставить Западу, чтобы он подписался просто под этим. Они сказали нет. Плюс к этому, в это время, пока что и там переговоры и так далее, Россия вывела свои войска из-под Киева. И не только потому, что это был жест доброй воли, скорее всего, нет, чтобы кто мне не говорил и не писал. Это были проблемы с логистикой, с тем, как держать эту группировку. Это, по-моему, около 60 тысяч было. И возле Киева, Чернигов и так далее, Чернобыльская атомная. Поэтому Россия не дожидаясь пока там как бы будет подписан договор, в том числе вынуждено было вывести их и сказать им, если они вывели свои войска из-под Киева, то есть убрали кольт у виска, убрали его, то понятно, тут пусть подумали, а зачем тогда подписывать, раз уже опасность миновала, враг ушел, он стоял у ворота, теперь он ушел. Да, говорит, что сделал джесс доброй воли, еще что-нибудь, но он ушел. Поэтому, а как подписывать и ратифицировать это в Верховной Раде, когда нет непосредственной опасности? Что, сумасшедших там мало в Верховной Раде? Как мы видим по последующим действия, там очень много людей, по которым плачет психетрия или разного рода психбольницы. Есть такие люди, мало, но есть. Поэтому, как они на это? Одно дело, когда ты приходишь в зал и говоришь, надо ратифицировать или проголосовать за этот договор, да, он невыгодный, потому что это во время войны и так далее, но смотрите, войска стоят вот за 20 километров или за 40 километров до центра города. Надо подписывать или голосовать. А если их уже нету, а русские убежали, ага, значит, они уже не смогли взять Киев, враг ушел, у ворот не стоит, то можно и проигнорировать. А визит Джонсона, он уже как бы укрепил в этом мнении украинского руководства. Тем более, что Джонсон сказал, ну что же мы будем подписывать, если мы не принимали участие, и во-вторых, эти гарантии, какие-то ключики к этим гарантиям находятся в России. У России. Мы вам, боюйте дальше, мы вам поможем, они побежали и будут бежать дальше. Все. Вадим Юрьевич, смотри, какая новость появляется. Польские власти усиливают безопасность аэропорта Жашу в Ясенке, недалеко от границы с Украиной, через которую проходят поставки военной помощи из Запада Киеву. Об этом сообщает глава МВД Республики Томаш Симоня. Министр подтвердил в беседе с Бумберг, что Варшава предпринимает такие меры, не уточнив, о каких конкретных действиях по силе небезопасности аэропорта идет речь. Допустим, если летит российская ракета, сколько неоднократно уже бывало, залетает на территорию Польши, даже хочет попасть по этому аэропорту, я не знаю, или провокация, неужели они уже готовы сбивать эти ракеты, чего не было ранее? Ну, конечно, не готовы. Все это понты, все это, скажем так, накачка ситуации для того, чтобы потом понять, что делать. Взандаж общественном мнении тоже. Ну, скажем так, лихорадка субботнего вечера с женом Траволтой, только не на дискотеке, а такая военная дискотека. Так? Для того, чтобы вот дальше решать, а чтобы и как дальше будет. Во-вторых, ракета никогда не за... Ну, случайно, залетала на Жешу. Она залетала там на 5-10 километров и дальше шла дальше. Так, ее один раз сбили, то ли наши сбили эту ракету, то ли. Они сами сбили, но, тем не менее, как мы помним, что сбивали ракеты. Это два. Третье. Да, есть такие, как бы, предложения сейчас для того, чтобы сбивать ракеты с территории стран Запада. Например, с территории Польши. там установить ПВО, это тоже немецкая идея. Немцы готовы передать Петриоты там свои. Но не в своей же территории, а Польше. Это уже проблема. А почему мы? Потому что ответ же будет, наверное. Россия готовит учения, Беларусь рядом тоже, там тоже тактическое ядерное оружие уже размещено. Значит, тогда ход может быть какой? В Польше разместить тактическое ядерное оружие, которое сегодня находится в западной части Германии. Даже в ГДР нету его. Это Американский ядерный оружие. Польше делал такой запрос. Польше просит. Просит Польша. Это сложный процесс. Поэтому в русле поиска поводов для новой эскалации или наоборот для эскалации войны вот такого рода заявления. Надо учиться, ну как бы, ну не то, что учиться, надо приучиться к тому, что это шум войны. Медиа шум войны. Таких заявлений будет много. Пока за ними ничего не стоит по большому счету. Ну, Владимир Юрьевич, смотрите, вы говорите, что Запад в неком стратегическом топике размышляет, что делает дальше. Не кажется ли вам, что те договора, которые мы сейчас подписываем с рядом европейских стран и договор, который, как сообщает тот же Блинкен, уже практически на финальной стадии разработки с США, это уже решение коллективного Запада не эскалировать, потому что данные договора, они отнюдь не про эскалацию, они про, скажем так, умиротворение, про безопасность стратегическую на континенте, про будущее возможное вторжение Российской Федерации, но это не про эскалацию. Да, с одной стороны, это так, потому что эти договора начали готовиться еще тогда, когда Украина имела инициативу на линии фронта. Это было еще, начинали еще до конца 23-го года, а подписывать начали потом. Ну, такие же договора долго готовятся, так это же не так просто, там, расчеты, подсчеты и так далее. Поэтому сейчас действительно это выглядит как утешительный приезд Украины и на послевоенное состояние. Ну, например, там, или на продолжительную войну, но низкой интенсивности. Ну, как, например, Израиль ведет там войны с арабами, с палестинцами, с Хамасами, с Ираном. Там, выделять Украине там 0,25% ВВП на, например, своего на поддержку вооруженных сил Украины, на поддержку военных бюджетов. от Украины или еще какими-либо. Но, это не на ту войну, которая ведется сейчас на Харьковском направлении и на другом. Не на ту войну, которая ведется по линии фронта в Сум до Херсона. Это первое. Ну, не говоря уже про воздушную составляющую, ракетную составляющую, инфраструктурную составляющую, экономическую составляющую. Второй момент. Вот здесь Америка готовит. Понятно для чего. Перед саммитом НАТО снять эту проблему. Украина в НАТО не принимается, шленство в НАТО. Ну, получите договор о безопасности вне НАТО. Вопрос у меня. Это такой договор как с Израилем? Нет. Он такой таким не будет. Израиль – ключевой военный союзник. США вне НАТО. Вот такая будет формулировка. Или просто соглашение о безопасности США, где много чего будет, но по сути будет мало. Второй момент. будет ли США в случае чего сбивать ракеты, русские ракеты, так как они делали с иранскими ракетами, которые недавно, 9 апреля, по-моему, летели в сторону Израиля, и которых сбивали американцы, Саудовская Аравия и Иордания. Это только небольшая часть ракет долетела до Израиля. И тогда же Зеленский говорил. Зеленский сказал, почему вы сбиваете ракеты, которые летят на Израиль, а почему ракеты, которые Россия ракетами бьет по Украине, вы их не сбиваете? Да. Вопрос. Ну, можно ответить так, что Украина не Израиль, а Иран не Россия. Или Россия не Иран. Но это пока вот так вот посмотрим, что в этих соглашениях будет. Но, скорее всего, не будет израильского варианта. Не будет израильского варианта. Вадим Ильич, по поводу Израиля, вы наверняка в курсе по поводу потенциального ордера Муса на премьера Израиля Бенемина Нетаньяху. Вот высказывается прокурор Муса по поводу... Да, вот он, кстати, и разрабатывает этот, скажем так, ордер на арест Нетаньяху. Он сделал своеобразное заявление, что данный ордер показывает разлом в международной политике. Значит, он говорит, что Мус не переубедит ни угрозами, ни какими-либо другими действиями. Значит, эта ситуация, к сожалению, лежит на разломе международной политики и стратегических интересов. И, конечно, некоторые избранные лидеры говорили со мной очень, но вы знаете, очень прямо. Это суд создан для Африки и для таких головорезов, как Путин. Так сказал мне один высокопоставленный лидер. Значит, мы так не считаем, заявляет Карим Хан в интервью СНН. Да, но мы помним реакцию, в частности, администрации Джозефа Байдена и личного президента США на потенциальный ордер говорят, что это недопустимо и даже говорят о неких санкциях для МУС. Но в Европе, которые ратифицируют МУС, они говорят, что мы будем вынуждены подчиняться, если такой ордер будет выписан. В частности, в правительстве Германии об этом заявили. Так вот, да, вот эта разность позиций. Почему вдруг появляется работа над этим ордером и Нетаньях оставят, скажем так, не только его, но военно-политическое руководство Израиля наряду с лидерами Хамаса. Да, вот эта разность позиций, она крайне интересная. Как заявляет Карим Хан, свидетельствует о разломе в международной политике. Это разлом все больше и больше. Почему появляется? Ну, первое. Да, жестокость Израиля, но очень много про палестинских лобби-групп, в Европе, которые расшатывают западные мультирасовые, мультиэтнические, мультиобщинные сообщества. Поэтому вот такой как бы ответ Европы, прежде всего Европы, не Америки, не Соединенные Штаты Америки. Америка не может бросить своего военного союзника, ключевого, на Ближнем Востоке, учитывая роль произраильского лобби в США, и даже не столько еврейского, сколько так называемых христиан-сианистов, которые поддерживают современный Израиль. Кстати говоря, Летаньяхов как раз один из тех, который, будучи представителем Израиля в ООН в 80-х годах, вот там начинал свою политическую карьеру, много сделал для того, чтобы собрать в одну кучу произраильские силы и христиан-сианистов, которые считают, что в Израиле, на территории Израиля должно быть или будет второе пришествие Христа. Это не иудеи, это христиане, но они сианисты. Это тоже как бы запутанно там история. Кто такие евреи, кто такие израильские, кто такие иудеи, кто такие христиане-сианисты. Там тоже разбираться, а кто такие палестинцы, арабы, хамасы и так далее. Это плюс уже. Поэтому вот так Европа должна как бы ответить, американцы нет, потому что военный союзник, это значит, они не могут пойти на это. А о чем это говорит? Ну, во-первых, когда этот прокурор международного суда говорит, все политики головорезы, все большие государства, которые ведут войны, головорезы, про всех можно такое сказать. Это ни о чем не говорит, это эпитет, что он значит. Смотрите, в чем может быть авторитет вот такой международной универсальной судебной юрисдикции? Международный уголовный суд о ум. Когда либо есть однополярный порядок и мусс, Международный уголовный суд, Всемирная торговая организация, МВФ, Всемирный банк, Всемирная организация здоровья, ЮНЕСКО, и крест вписаны вот в эту вертикаль однополярного мира. Это одна история. Поэтому этот мусс в однополярном мире даже не пикнул бы, а служил главного господина, гегемона. Но поскольку однополярного момента нет, но с другой стороны нету и консенсуса, как это было даже во время холодной войны. Когда что такое холодная война, это межгосударственный мир двух систем, капиталистической, социалистической, но между ними мир нет войн. Только ведутся прокси-войны, там, вьетнамская, афганская война, и все. Но напрямую большой холодной войны, войны вот такой институциональной, геополитической не было, как сейчас. Поэтому даже сегодняшняя холодная война, это не о мире. Предыдущая холодная война, холодная война, это вопрос о мире, межгосударственном мире. Межгосударственный мир в форме холодной войны. Сейчас такого нет. Сейчас межгосударственные войны, но это не напрямую, не в буквальном смысле слова, так, но межгосударственные войны во время вот этой новой холодной войны. Раз нет консенсуса, значит, и нет консенсуса по поводу того, а чем должен заниматься этот международный уголовный суд. Почему у него выборчный подход? Одних можно, других нельзя. Или к одним одни критерии, к другим другие критерии. Правый закон, это универсальная норма, для которой фемида, закрытые глаза, она не видит, кто это. Из Африки ты, или ты из Европы. А что, в других частях мира нет головореза, или как? Да, нет каннибалов, нет таких, как там был в Центральной Африканской Республике Бамасас, который каннибализмом занимался, или там Чарльз Тейлор в Либерии, или еще где-нибудь. И тем более, сейчас, когда идет антиколониальный такой тренд по поводу того, что делала Европа в Африке, там, Конго, Кеншарса, например, ныне демократическая республика Конго, бельгийская колония, то все такие вещи начинают как бы немножко другими гранями играть. Так вот, если нет консенсуса, нет согласия США, Китая, России, Франции, Германии и так далее, чем должен заниматься Международный Главный Суд и нет согласия о том, что его вердикт является общеобязательным для всех. Нет. Потому что Международный Суд действует выборочно тоже с примкусом или с вкусовщиной политической. И вот на этом он теряет. Поэтому уже первое. Американцы никогда не подписывали римский статут, который ратифицирует или который признает, ну, согласно которому Америка признает решение Международного Главного Суда. Она не подписывала его. Поэтому они считают, что это вообще более того, не санкции их раздятся, ведь и санкции против судей и прокурора Международного Уголовного Суда, если не вынесу такое решение по Нетаньяху. Понимаете? По отношению к одним нет, а по другим да. Дальше. Россия вычла из этого, по-моему, 2008 году. Она ратифицировала, но сейчас отозвала свою ратификацию римского статута, и она тоже может его не признавать. Но некоторые страны признали, теперь они не знают, что это делать. И последнее, значит, если однополярности нет, а консенсусного подхода к универсальным институтам международного порядка тоже нет, о чем это свидетельство? Первое, что все международные институты, они сегодня доживаются в последние дни, будут какие-то новые, или расформированные, или переформированные. В результате войны, холодной, новой холодной войны, и многих горячих войн, которые ведутся сейчас по всему миру. Раз, и во-вторых, если сегодня, как писал экономист недавно, характеризуя современный мир, сегодня наступила эпоха борьбы великих держав между собой, конкуренция великих держав, где цитирую, война становится последним прибежищем великих держав, война, то скажите, кто в этой войне будет слушаться каких-то, какие-то международные институции, если война последний довод, королей, а в данном случае последний довод, или последнее прибежище великих держав, в борьбе за свой статус, силу, влияние в распадающемся миропорядке. Да, абсолютно. Еще хотел обратить ваше внимание сейчас на формировку некоторых аналитиков по поводу ситуации на Кавказе. Сообщают, что Кавказ делает, цитирую, большой разворот. Ну и в частности премьер Ираклий Кабатидзе говорит, что Запад хочет, чтобы Грузия открыла, цитирую, второй фронт против России. С начала 1922 года был серьезный интерес к открытию Грузии Второго фронта, который бы ослабил позиции России, но это уничтожило бы нашу страну. Такой интерес остается и сегодня, говорит Кабахидзе. Значит, он считает, что в сегодняшнем мире существует глобальная партия войны, которой не интересует судьба Грузии, ее интерес заключается лишь в ослаблении позиции России. Насколько рациональность, да, подобное обвинение премьера Грузии, в частности, да, и как будет дальше развиваться событие, потому что мы знаем, мы уже слышали от Запада, ну, в частности, от Америки, что они собираются ввести санкции против грузинского правительства за закон об так называемых иноагентах. Ну, кстати говоря, тренд сегодня идет про этих иноагентов и по Европе тоже, и Орбан когда-то водил, Орбан же в Венгрии была прибежничем Сороса, там был Центральный Европейский университет, Сорос его оплачивал, бюджет, в Бедапеште. Так, Россия, собственно, Америка тоже начал с 1939 года, а в других сейчас странах это тоже. Ну, о чем это говорит? Ну, это даже не только проблема Грузии, сколько проблема государств, которые за 30 лет не смогли выстроить, утвердить свою, что ли, природную, оптимальную, национально-государственную идентичность. Вот Армения, она же как раз наоборот делает крем на запад, отказавшись от Нагорного Карабаха, грозя выходе, выходом из АДКБ, обвиняя Россию в том, что она с Азербайджаном, белорусскую, что она поставляла военную технику, по Азербайджану, да, это было. Ракетные средние дальности, малой дальности Полонез, ракетные установки белорусские поставлялись в Азербайджан, хотя союзникам по ДКБ Белоруссии и Армении. Но они делают разворот на запад. А еще не пробовали запад. А, кстати говоря, во многом потому, что там достаточно много разного рода западных грантовых организаций, тех, кто еще и на агентов. А Грузия наоборот. Она делает, ну не разворот, но все-таки поворот на восток. Причем тут Россия не главное место. Главное место Турция. В Грузии сейчас торговый партнер номер один турки, а не Россия. Это тоже надо понимать. А то все время Россия и Россия. Давайте посмотрим более широко. Турция у них. А в Турции свой подход. Это не западный запад. Дальше один момент, еще один момент. Понятно, для того, для чего это делается? Для того, чтобы сделать государственность более устойчивой и более адекватной географии своей. Но потому что географию вы не обманете. География это судьба. Была бы это Грузия где-нибудь между Польшей и Венрией, как Словакия, не было бы проблем этих. Были бы в Европейском Союзе, в НАТО и так далее. Были бы они в Европейском Союзе, экономика была бы подчинена Брюсселю. Но они находятся в другом месте. И Виета ничего не ждет с экономической точки зрения. Кому нужно это вену? Да, им сейчас пытаются, чтобы компенсировать разрыв торговых связей с Россией и так далее. компенсировать это разного рода помощь. Грантовой, кредитами и так далее. Но вы следите на подсосе. У вас нет своей экономики, вы просто получаете деньги. Вы просто развращаете страну. И понятно, что рано или поздно вам предъявят счета по долгам. Не важно, в грантах это или без кредита, это долги финансовые или просто долги политические. Конечно, там это сейчас по поводу закона объединенных агентов. Серьезная идет борьба, потому что это попытка выстрелить национально-ориентированную государство-ориентированную власть. Без того, чтобы не было внешних игроков, которые ее, не важно откуда, с Турции, с России, там Запада, расшатывали и делали заложником больших игроков. Вот это борьба за государственно-национальный суверенитет или идентичность, субъектность, как угодно говорите. И плюс, конечно, если бы они открыли аэрофронт, мы не знаем, чем это закончено. Там же Шабхазия рядом, Южно-Осетия. У них нерешенный территориальный вопрос. Но они выбрали прагматичные пути, когда кто-то сказал, какой-то западный визитер приехал и сказал Грузии, вы же подрываете статус Грузии, как страны, которая ориентируется в Европу. Сейчас вопрос не о статусе, а о том, сохранится ли страна или нет. Сейчас во многом так стоит вопрос. Везде. В той же Армении, в той же Грузии у нас стоит вопрос, в каком виде, в каком качестве, в каких территориальных границах, надо это понимать. А не тупо в НАТО, в ЕС и что? с чем в НАТО есть, в каких границах вы идете, что важнее границы, территория или статус будущего члена НАТО. Вот это все на весах. Может, кому-то хочется выиграть выборы в Западной Украине, как это я вижу, уже стремятся и работают на это. А все уже для себя исключили остальную территорию. Хотят быть президентами и... Владимир Ильич, это кто такой? Это кто такой наглый? Вы не видите, что он начинает затерться. Я вижу. Да. Но что это? Нет? Так нет. Так дело не пройдет. Вот почему проблема так называемых хиноагентов, она серьезная для всей страны, потому что государство должно быть национально ориентировано, а не, чтобы страну отправили какие-нибудь проконсулы Запада, назначаемые или поощряемые западными посольствами. Все. Мне кажется, все. Это надо с этим как-то быть по крайней мере аккуратнее. Постолократия должна закончиться. У нас есть демократия, власть народа, есть украинский народ, а не власть непонятно на кого ориентирующиеся и так далее. Кстати, мы видим нас это это проблема тоже будет. Не важно как закончится война, закончится, но я надо решать. По крайней мере, вести вот эту всю историю. Какие-то правовые рамки дарности, Петра Алексеевича Порошенко, они блокировали трибуну, изрядно неуверировали спикера парламента, господина Стефанчука, требовали принять в срочном порядке закон про запрет Украинской Православной Церкви, плюс создать временную Следственную комиссию Верховной Ради по поводу фортификации, изготовления дронов. И вот что было удивительно, я, кстати, вчера на своем ток-шоу играла на выживание, общалась с народными депутатами, мы это с ними обговаривали. И, значит, все-таки, насколько я смотрю, что народные депутаты каким-то удивительным образом повелись на вот такую манипуляцию Петра Алексеевича Порошенко и проголосовали за создание вот этой Следственной комиссии по фортификациям. Хотя, ну, послушайте, все уже сказали нам, и президент сказал, что фортификации есть, они есть, как бы, не выдумайте, все это российское ПСО. Значит, это же депутаты говорили, но проголосовали. По поводу запрета УПЦ тоже срочно сейчас, значит, нужно этот законопроект рассматривать. А что происходит, Вадим Ильич, скажите, пожалуйста, что вы так воспряли, да, вот эта вот солидарность вся, это зачем? Что, я смотрю, вывела, значит, из себя того же Стефанчука, который сегодня сказал, это было, что-то было апелляцией в их сторону, назвал кое-кого политическими гнидами. Ну, потому что ситуация власти не самая простая, учитывая ситуацию на фронте. Да, нервы зашкаливаются. Но это не значит, что надо использовать эту ситуацию в своих политических интересах, потому что это напрямую может играть против государства. Но они видят, что на фронте ситуация, да, тяжелая, власть тоже, какие-то есть вещи, где-то, может быть, подрастерялся, где-то есть, точнее, наблюдается отсутствие внятной показа, вот, пытаются вот, как бы, клеиться в этих все трещины. Но еще раз говорю. Ну, готовится, знаете, наши политики, они работают больше в перспективе электоральной, чем военной. Так вот, я хочу, у нас пока военный перспектив, то перспектива фронта, какие-то будут разгораться события, разворачиваться, а не электоральная перспектива. в том-то и дело, что у нас, как бы, выборов нет, но конкурентная политика есть. Вот многие конкуренты начинают использовать это друг против друга, без того, чтобы наоборот все вместе собраться и, например, принять решение в Верховной Раде и заниматься вот этими спекуляциями, прежде всего выслушать в закрытом режиме главкома вооруженных сил генералу и узнать, что реально происходит на поле боя, что реально происходит на фронте. У нас есть информация, реально или нет? Или мы живем пиаром? Понимать ситуацию, что дальше делать, должно быть общее решение всех элит, правящей элитой. Неважно, она позиционная, она тоже правящая. Это первое. Второе. Вот по фортификации. Ну, понятно, это используется для того, чтобы, ну, скажем так, поиграть с общественным мнением. Власть почему пошла на это, на создание? Ну, там больше в этой комиссии будут представители слуг народа. Да, да. Глава слуг народа, задорожная его фамилия, я не помню, да? Для того, чтобы снять в обществе тоже накрутили его. Хотя бои в Харьковской области идут не на рубежах обороны, они идут в предполье. Это серая, нейтральная зона перед первым рубежом. Там и не строили глубокие, какие-то сильные фортификационные сооружения. Так было и когда строили линию Суровикина. Основные бои в контрнаступе 20-летнего года шли в предполье. Вот это Роботино, что там еще, как бы урожайные еще где-то, там, Клещеевка, еще где-то все предполье было. Мы так и не вышли на первый рубеж обороны. И сегодня российские войска не вышли на первый рубеж обороны. Поэтому не о чем говорить о фортификационных каких-то проблемах. Другое дело, да, у нас военно-экономическая система похуже, чем в России, нет такой централизованности, я за мной бизнес занимался. Надо изучить ошибки без хайпа, без крика, без кликушества и паникерства. Кликушество – наша бич нашей политики. Разобраться, как лучше выстроить систему управления, строительством защитных сооружений и фортификаций для того, чтобы это делать быстро и качественно. И не только бизнес, может быть, государственные предприятия и так далее. Это следующее. И последний момент по поводу УПЦ. Тут, мне кажется, проблема следующая. Среди УПЦ, во-первых, власть перехватила инициативу и теперь как бы она Изеленский. Ну, как бы перевербовали. Давайте я такое слово скажу, может, некрасивое, но... Или перетянула на себя ПЦУ Епифания. Вот недавно Епифаний раскланился в больших комплиментах действующего президента Изеленского. Вот Порошенко хочет вернуть назад своего Епифания, свою церковь. Вернуть в Петра. Невлона Владимира. Вот поэтому сейчас борьба идет за ПЦУ Епифания между Владимиром и Петровым. Ну, так, немножко с христианским таким оттенком. Петр и Владимир люди знакомые. Да, Чиколас. Да, Невлона Чиколас. Вот на этом законе. Это просто борьба за то, что вернуть Епифаний, показать, что вот они хотят уже вообще там запретить это УПЦ. И возвращаясь Епифаний назад. Ну, в принципе, это глупо. В-третьих, это дешево. Это дешево популярно. Четвертое. Зачем поднимать это дело, когда врагу ворот? Ну, давайте еще откроем один фронт внутренней политической. Да, Вадимир Ильич, я вас услышала, я вас благодарю за это интервью. Друзья, Вадимир Ильич Карасев был вместе с нами и опять же хочу напомнить, что завтра в обычное время в 19.00 на вас ожидает шоу «Черный лебедь» с Вадимом Карасевым и рядом уважаемых экспертов. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте. Как всегда, крайне интересно и глубоко. Да, Вадимир Ильич, еще раз вам огромная благодарность. Спасибо. Всем нашим зрителям тоже огромное спасибо за внимание и, конечно, всем добра. Пока. Спасибо.